нет с руками будешь делать я мяч достану мяч я вам всем достану конечно 5 на другой там еще надо наклончики сделать помнишь после подъема ног давай ножки поднимай потом наклончики сделать это чтобы к лету уже в шпагат могли садиться чтобы вас растяжка обалдеть чтобы твой супер удар ногой ты очень высоко мог его бить еще навряд ли смог даже рукой-то ударил даже ногой пока можно до врезаться и улететь но с другой стороны надо быть таким изворотливым чтобы мы могли в любой ситуации выкрутиться вывернуться там какой-то ловки хитрых действий сегодня кто-то целый день все хитро делает юрбас не отвлекайся братух а то сейчас димарик тебя догонит а димарику наоборот димарик искусствовать чтобы ребятишек догнать сказки будем сегодня слушать сказки льва николаевича а можно был в сказку льва николаевича толстого послушать нет можно можно музыку мы можем чуть-чуть сказок чуть-чуть музыки чуть-чуть стихов музыку а мы включим музыкальную сказку какие стихи а ты можешь рассказать что за стих еще не учил ну давай 25 на другую ножку сделай я сделал тогда в шпагат садись димарик ты пел песню какую стихотворную отличная песня тих 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 хорош 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 да на доход надо добрый надо добровooh я вижу если got боевик снегурка боевик не надо дима ненады не надо не надо не надо димарик димарик не надо братан димарик не надо знаешь почему потому что он придет домой скажет папе папа сказку ты знаешь и он скажет что это мы дима рассказал и возможно тебе придется с каким-то папой выяснять отношения за то что его ребенок рассказывает про ежиков елочки не надо захочет он захочет он сам найдет до в другом месте не надо ты лучше хорошо ты лучше правильный варианту спой песню почему в лесу родилась елочка так а дальше вы не помните стих не 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 а как же там стих что ее метель убаюкивалась пи елочка бай-бай вы не помните этих слов и когда ее принесли а когда детишкам ее принесли как дети танцевали нет он ее не убил зачем ну на самом деле да это лишение жизни растений если мы рассматриваем растение как живое существо но вы поете про то что елку родили ежи ее разнесла в щепки из базуки снегурочка это еще жестче крокодил это еще жестче кстати хорошая песня очень добрая если вы вспомните свои ощущения как вы радовались когда маленькие были слышать парню хорош давайте по-хорошему очень много знаете иногда наши теплые воспоминания о каких-то в стихах сказках о наших родных иногда кто-то хочет испортить на самом деле ты начинается шутки но если вы вспомните как вы если были как вы радовались празднику как и реально маленькие были водили хоровод это такие это очень хорошие воспоминания потом когда у вас дети будут вам так интересно будет ну маленький детишка вас вы станете взрослыми как ваши родные у вас будут дети вас появится сначала любимая девушка который потом будущем это тебе так кажется братом это кажется на самом деле на самом деле нет потому что у нас нет потому что у нас другой аппарат у нас другое строение органов только у женщины есть место называется лома где происходит раздражение как как у любого животного существа у самки происходит 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 именно рост если вы посмотрите очень интересно вначале все эмбрион эмбрион они все животные похожи что кошку что человечка что волка что льва они все одинаковые это такое это знаете такое похоже на головастика маленькие ножки там видел эмбриона в кино можно посмотреть вот они все вначале похоже от старости вообще спасли от беды такой лужи плавалась с вами сделала только одну и выпущу вы из лужи ну и классно а на природе она бы поехали 5 минут 5 минут поэтому поди марик вначале значит почему многие ребята изначально как бы говорит нет вот у меня есть друзья нафиг никакие девчонки нужны с ними дружить невозможно когда вы станете старше когда вы станете старше вы будете пони на них по-другому смотреть вам будет хотеться защитить девочку ну чтобы кто-то не обижал поздравляю в школе с тобой учиться молодец надо защищать можно какую-то рисунок нарисовать подарить почему а зря некая подарил бы рисунок и ты потом а мы не говори тогда спалил но это бывает только не воркаута на гимнастику ходит знаешь какая штука семен самое просто интересное вот каждую из вас наступит момент когда вы можете своим поведением как вы себя хорошо ведете вы можете показывать благосклонное отношение кому-то хорошее например ты вежлив да с людьми ты культурен аккуратен ты разговариваешь вежливо и людям приятно с тобой общаться а можно например кто-то грубит ему понравится человек и он может его толкнуть это странно иногда девочки делают и ей мальчик нравится она может подойти за ухо там за волосы потянуть то есть вы не удивляйтесь будущем если будет какая-то девочка подходить вас там за ухо там или толкать или щипать потому что тоже интересно или мальчики и за девчонок за косички дергают это тоже проявление интереса если вы посмотрите как маленькие животные когда общаются они друг друга кусают семен можно знаешь как ну давай тебе надо сделать пять раз по одной минуте сможет юр махи ногами братан махи ногами потом тогда теперь садись шпагат и 33 накол на каждую сторону дим тебе до 50 выпрыгав на двух ногах давай ножки только над поднимать коленка будто сальто делаем нет коленки груди до по 33 раза на каждую сторону 33 налево 33 в центр наклона а он уже наклон и сделал он же минуту держит он уже наклон и сделал семён покажешь как-то юре когда минуту закончить как-то наклон сделал терпи братан да по 33 наклончику у меня я не чувствую совись назад спокойненько молодец терпи димарик прыгай нормалек димарик прыгать отдыхай вот ножки сведи вместе сведи ножки вместе вот отдыхай ты можешь наш как кровоток сделать так взять вот так да 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 посмотри вот так проколотить можно да а ну потом легко будет сейчас надо по это почках первое подтягивание или отжимание тяжело было когда помню мости когда вообще кажется невозможно было но это в начале когда ребята как ребята переживают страшно было страшно да тяжело а сейчас легко делать а у тебя чуть-чуть дима молодец а у тебя диман может быть другое что трудно а потом будет легко сейчас выпрыгивать им меньше отдыха и рассказывай может прыгать и рассказывать легкую атлетику бег бег семеном он устал бегать наверное времени хватает ну у нас просто английский то время когда лёгкая атлетика ну да а у него английский в этот момент у нас поменялось списание типа в понедельник в среду у меня английский 35 секунд молодец терпи ты хорошо диман бегал надо на дальние расстояние бегал и на быстрый дистанк скорость нормально а ты же юрец шкафчик домашний ну дома дома но потом потом вы свои грамоты юрец не ругайся даже это слово пипец мы понимаем каких смыслах выражаешь не ругайся капец тоже не ругайся можно сказать красота количество медалей чудесная громаднейший великолепный набор медалей у вас потом тоже такое будет если вы захотите можно много красивых слов других вместо копца и пипца можно и много коллекция грандиозная коллекция великолепная коллекция это неправильное слово капец чуть-чуть другое означает да капец означает что пипец означает либо что ругательная что ругательная гроза терпи юрец давай димарик продолжайте терпим парни терпим терпим на одной ноге по 25 раз ю старайся наклоны прям сильнее чтобы воскресенье шпагат был а это у всех вы сергей сергеевич и видели живот проколоть и проколоть и у сергей сергеевич и видели какой же у него кожа у него раньше живот был он толстый раньше было часом в техну пришел в тело форму а кожа все равно как осталось висеть и он когда наклоняется вы как этого как мне никак как у носорога складки таких очень это интересно поэтому память следить за своей формой вы должны крепнуть пока тебе еще вам еще жить всем и жить пик вашей формы если вы будете заниматься гимнастикой как вы думаете юра семён и дима как вы думаете когда самый пик самая шикарная ваша форма будет но при условии что вы будете заниматься гимнастикой все время вот как вы думаете сколько лет сколько лет нет нет будет пик форму определенный возраст я вам сейчас его подскажите душа не догадаетесь в 25 лет организм у нас растет до 25 лет развивается будут но просто самая идеальная форма сила ловкость гибкость вы это в самый пик это как раз в тот самый возраст когда вы у вас организм это когда тебе еще не исполнилось 25 ты еще нормально это знаешь плюс минус годик 24 26 но примерно средний 20 а потом организм уже как таково не потерпите ты шпагатка очни а потом просто организм перестает активно расти уже рост не будет расти уже не будет так заживаться раны хорошо как раньше заживлялась то есть уже будет организм вас более такой на одном месте если вы будете опять же заниматься если бросите гимнастикой заниматься очень будете проблематично и тяжело а в 50 лет у вас уже будет вы будете мудрыми вам уже будет надо вашим детям или внукам поделиться гимнастикой и жизнью помогать мне скоро будет 50 у меня папе где-то 49 что ли или 50 поздравляю я ваших папа а почему примерно вам надо знать точно папе 39 или 40 вам надо знать точно возраст родной папе 41 вот семена мою маме 30 мою маме 40 моему папе 39 молодец запомнился надо знать мою маме 40 моему папе 43 надо знать день рождения да родных чтобы поздравить это же хорошо вы знаете день рождения и год рождения тоже 17 числа у меня только не июля а июня отлично бабушек дедушек надо знать как золото догадайте когда у меня день рождения у мамы у мамы? да в апреле оно 1 апреля? нет нет? 12 апреля? нет тоже нет а у Даши ну давайте еще одну бабушку с 5-го? с 2-4-го эх молодец Юля практически догадался у моей сестры с папой в одно и то же время не родились поздравляю а ну-ка да я на шарике мне последнюю минуту оставлю давай Юра шпага теперь 5 минут 5 раз по 1 минуте шпага держи Дима доделывай можешь 5 минут сразу? можешь 5 минут если выдержишь я уже 10 минут но это будет трудно скоро? это будет трудно сразу 5 минут сделать а ну-ка я хочу прыгать за кувырок аккуратно и красивый кувырочек смотри сейчас Юрец как сделает офигеть с кувырком с подлетом на 360 градусов да? да я даже уже Сергей Иванович больше 360 на носочек на носочек выпрыгнул теперь по 25 раз маке ногой до руки парни не ударьтесь друг в другом вот я стоял так и 360 а это значит 420 а два круга вот так это 420 420 это вроде вот так наверное но вы давайте подумайте посчитайте подумайте обороты Димарик ножки давай бросай они здесь обороты градусов они здесь обороты градусов 420 минус 30 ай-яй-яй я 360 красавчик красавчик потом или 350 стурняков будете делать а знаете как точно вам определить вот видите перекрестие у нас квадратики видишь перекрестие на полу вот эти 60 градусов вот видишь перекрестие да вот 4 листа квадрат соединяются вот это получается ты можешь точно измерить 180 90 360 по этим перекрестиям вот вы точно можете понять в той точке где вы остановитесь вот например если ты развернешься сейчас сюда это будет 90 градусов вот так 180 вот так сколько если вот это 180 то здесь где-то 200 градусов вот и так вы можете рассчитать какие вы сделали а 4 и 90 на 4 360 360 где-то на 60 градусов больше вот пробуйте 420 пробуйте 420 ой я 430 классно сделаю а ты можешь прям повнимательнее посмотреть я 340 где 340 потом взрослые ребята придут и удивятся как вы делаете хорошо прыгаете Димарик Димарик а давай Дим тоже прыгни посмотри как так ой я сделал оу только не так я поглядю минуту делаю лады лады смотри где ты сделал попрыгив да а сделал и вот так тоже сделал Юр не отвлекайся от шпагата пожалуйста показал и шпагат поделай лады и шпагат поделай